В этом видео я хотела бы вновь поговорить о подкормках любых растений на нашем огороде, рассказывать о способе получения высоких урожаев всех культур. Скорее всего, постоянные зрители ничего нового не узнают из этого видео, но на канале появилось много новых подписчиков и вопросы про подкормки растений для хорошего урожая посыпались как из рога изобилия. Если я отвечаю, что я не подкармливаю растения, что я использую только активную мульчу и тем самым кормлю почвенную биоту, то зритель часто думает, что я лукавлю. Такое происходит из-за полного непонимания процесса. Кого там кормить в почве и чем? В лучшем случае можно увидеть червяков, и то не всегда. В худшем личинок майского жука, которые съедят корни или клубни, в зависимости от того, что посажено на грядке. А между тем, живая почва населена огромным количеством микроорганизмов. Почва живая потому, что она живет своей жизнью. И эта жизнь для нас незаметна. В почве миллиарды бактерий, и они все разные. Нет доминирования какого-либо вида. Есть естественный баланс, равновесие. Каждый вид бактерий выполняет свою работу. Живая почва – это экосистема. Какое дело нам до каких-то микроорганизмов, которых даже не видно. И непонятно, есть ли они вообще. Мы хотим получить урожай. И все знают, что если не подкармливать растения, то урожая не будет, возражает зритель. А дело на самом деле большое. Процесс разложения органики идет не останавливаясь. Микроорганизмы готовят еду для растений. Приводят органическую составляющую в тот вид, который легко усваивают растения. И это не разовая акция. Это процесс, растянутый по времени. А подкормки растений минеральными удобрениями никакого отношения к плодородию почвы не имеют. Но не тут-то было. И вот такой комментарий. Помидорам нужна подкормка в виде фосфора и калия. А травой вы только кормите их азотом, который нужен им только до июня. Трава перегнивая дает азот все лето. Если кладете траву, и вам она принципиальна, то делайте подкормки минеральными удобрениями фосфором и калием. Просто разный состав почв в каждом регионе. И дедовские методы уже не срабатывают. Знаете, что мне понравилось в этом комментарии? То, что активную мульчу назвали дедовским методом. А ведь для меня это действительно так. Хотя многие считают, что о почве стали заботиться совсем недавно. Что органическое земледелие – это модная новинка. Так сложилось, что для меня это действительно дедовский метод. Метод моего деда. Трава всегда косилась в саду, три или четыре раза за сезон. И эта трава укладывалась на грядки в огороде и под кусты. Если косили за забором, то и в приствольные круги деревьев. В то время я даже не пыталась понять смысл, но другого, так называемого традиционного земледелия не видела с детства. Точно так же, как позже и мои дети. И только через много лет стала обращать внимание на то, что результаты выращивания под мульчой и без нее сильно отличаются. Но вернемся к комментарию. То, что в растениях содержится только азот – это достаточно распространенное мнение. Но чтобы убедиться в обратном, достаточно открыть школьный учебник. В этой таблице мы видим, что растения в первую очередь состоят из углерода. Есть кислород и водород, азот, сера, фосфор. Понятно, что в таблице приведены средние показатели. Но насколько отличается содержание азота и фосфора в растениях? Есть и сера, кальций, и калий, и магний, и хлор, и кремний. Если взять более конкретную таблицу с названием разных трав, то мы увидим, что процентное содержание элементов меняется. Но это не означает их полное отсутствие. Все элементы есть. В одних травах больше, в других меньше. Интересно, откуда они там появились? Ведь в траве содержится только азот. Чтобы понять, откуда они берутся, нужно опять открыть школьный учебник. И это начальная школа. Круговорот веществ в природе. Растения. Съедят ли их животные, не так важно. Важно то, что мертвые остатки растений и животных остаются на земле. Вот тут и нужны бактерии, которые перерабатывают эти остатки, переводят их в тот вид, который доступен для растений. Вырастают новые растения. И все повторяется снова. Круг замыкается. Так было и так будет, пока земля вертится. В наших с вами огородах, чтобы сохранить плодородие, нужно поступить очень просто. Вариант первый. Оставить весь урожай на грядках. Оставить все, что выросло. И плоды, и ботву. Наш урожай переработают микроорганизмы. И совершенно не важно, видим ли мы их или нет. Главное, что у новых растений будет пища. Вариант второй. Заменить собранный урожай другой, подобной органикой. И тут не очень важен точный процент содержания того или иного вещества в траве. Главное, что эти вещества вернутся в почву. И будут в итоге переработаны в доступную для растений форму. Если хотите увидеть микроорганизмы в почве, то нужен микроскоп. Но достаточно того, что мы видим червей. Черви – это показатель того, что почва здорова. Видимый показатель того, что почва живая. Что будет, если взять на анализ почву с органической грядки и попытаться определить, какие элементы там содержатся. Как делается анализ. Почву помещают в воду, делают водную вытяжку и определяют содержание растворенных элементов в воде. Это и будут доступные для растений вещества. То, что не растворилось, считается недоступным для растений. Но даже за тот короткий промежуток времени, пока проводится анализ, содержимое доступных и недоступных веществ на грядке уже изменится. Бактерии ведь работают без выходных. Приведу простой пример. Поезд. Идет поезд. Просто так спрашивать, где он находится. Глупо. Мы спросим, где он находится в определенное время. Например, в 10 часов. И любому понятно, что в 12 часов поезда там уже не будет. Точно так же и в живой почве. Процесс идет, это движение. Происходит преобразование веществ. И из недоступных вещества становятся доступными для растений. И растения используют их в очень малых дозах. Но постоянно. Конечно, есть и воздушное питание растений. Растениям нужен углекислый газ, подачу которого тоже обеспечивает разлагающиеся мульча. Но сейчас мы не будем останавливаться на этом. Ведь разговор у нас про то, что в траве содержится только азот. Вернулись к комментарию, что в траве содержится не только азот, но и фосфор, калий, кальций и далее по списку. Мы уже выяснили. Теперь другая часть комментария. А травой вы только кормите их азотом, который нужен им только до июня. То, что азот нужен только до июня, может написать либо тот, кто помидоры никогда не выращивал, либо тот, для кого предел мечтаний 4 кисти на индотерминатном томате. То есть 4 кисти это потолок. Прочитав этот комментарий, я задумалась. А ведь может быть это и есть причина, по которой огородники прищипывают томат после 4 кисти, оправдывая это тем, что пятая кисть не успеет вырасти. Но ведь в прошлом видео мы выяснили, что в условиях Подмосковья индотерминатный самосев томата, вот он на фоне рассадных кустов, дает 4 кисти, которые успевают созреть на кусте. Видео полностью можно посмотреть по ссылке наверху. Кстати, 4 кисти созревшие на кусте самосев дал только на одном стебле. И в прошлом видео я не сделала на этом акцент. А стеблей-то было два. Повтор. Мы видим один стебель, а теперь камера переходит на второй стебель. Один томат дает 7 кистей на двух стеблях. И это самосев, который вырос не на месте и все время нам мешал. Но рассадный томат в условиях Подмосковья дает 10 кистей на главном стебле и 9 кистей на втором стебле. Итого 19 кистей на одном томате. И вы действительно думаете, что это возможно без азота? Не нужно путать разовое действие, то есть подкормку готовым раствором с процессом, которому нужно время, а часто очень много времени. Офигеть! Вот это да! А помидоры – это многолетние растения. И остановить их рост может мороз. В тепличных хозяйствах многолетние томаты. Вокруг столба накручен стебель. И это томатный стебель. Вы полагаете, что для роста такого томата достаточно только фосфора и калия? И что азота нет в растворе? Конечно, он есть. Иначе не только плоды не вырастут, но и листья. Не нужно копировать действия. Гораздо легче понять, что нужно растениям. Они всегда нам дают знать о своем состоянии. Они рассказывают, когда им плохо и когда хорошо. Главное – это правильно перевести на русский язык. Понять причину, а не бороться или лечить следствие. Самый короткий путь к цели – по прямой. Никаких секретов тут нет. Если вас волнует тема азота в почве, то видео. Азот в земле, нитраты в овощах. Большой урожай перца. Что нужно знать? Вырастить морковь как дважды два. Самый урожайный сорт картофеля – уника. Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО.